Доброго здоровья! Загадочная история Продолжение Итак Я отключаюсь от вопросов От переговоров И Мне все дали Не только разрешение, а даже Предложили расслабиться и отдохнуть По полной И если хочу наесться И как раз у меня Какое-то время голодания сейчас идет Не знаю сколько часов или суток Но у меня во рту пересохло И у меня потихонечку просыпается жажда То есть мне не столько хочется пить Не столько хочется есть А сколько пить, все больше пить На больших сроках голодания Обычно жажда заменяет Голод Так вот у меня начинается то же самое Поэтому я решаю Направиться к холодильнику Я подхожу, открываю И конечно в первую очередь Я начинаю искать фрукты Что Может утонить мою жажду И вывести меня из голодания плавно и мягко А Поскольку фрукты там Заставлены Я начинаю их выкладывать Выкладывать рядышком с холодильником И рассматривать В итоге я нахожу в первую очередь Лимоны Без которых у меня не может быть Полноценного смузи Я нахожу другие фрукты И потом Задумываюсь А есть же здесь Блендер Которым я смогу сделать смузи Тогда я закрываю холодильник И иду к кухонному отсеку Начинаю открывать шкафы Шкафчики Посуду вижу Разную Но блендера я там не нахожу Тогда думаю Так Неужели без него можно будет выйти И я иду обратно к холодильнику И высматриваю эти фрукты И не вижу среди них тех Которые бы меня удовлетворяли То есть есть пара фруктов Привида фруктов Мною любимых Через которые я могу выйти из голодания И которые мне были бы очень вкусные Это нектарины Персики Грейпфрукты И Темный черный виноград Или синий В общем темный виноград Только два вида из них Я И я Нахожу разные фрукты Кроме этих перечисленных И тогда я Соображаю Может быть Раз мне Начальник Предлагал заказать девушку Который стоил бы намного дороже Чем Блендер Или фрукты Которые я сейчас Хотел бы С которых я хотел бы начать То возможно Если я ему позвоню Он Согласится Или даже с радостью Мне закажет Либо блендер Либо фрукты Что я делаю Я подхожу к аппарату Для связи Звоню ему И говорю Вы мне предлагали Девушек Можно ли Заказать Кроме Девушек Вместо девушек Фрукты Или блендер Он говорит Конечно можно Только фрукты Тебе доставят В ближайшие минуты Но через какое-то время Сколько-то минут Десятков минут А блендер С блендером Блендер доставят позже Ты уже выбрал Какой хочешь Я такой задумываюсь Подождите А фрукты Вы можете только Какие хотите Мне предоставить Он говорит Да Я говорю А как их могу выбрать Он говорит Включи Вот это устройство То есть компьютер Я включаю экран Он показывает Где что включается То есть говорит Я включаю И мы входим в интернет И говорит В интернете Ты можешь выбрать И мы посмотрим Совпадает ли Твой заказ С тем Что есть в наличии В этом городе И через Блендер Я думаю Через час А фрукты Возможно Через полчаса Может быть Чуть больше Может быть Блендер В течение двух часов А фрукты В течение часа Тебе будут доставлены Ага Я говорю Спасибо Сейчас Повыбираю Вам перезвоню Все Мы отключаемся И я начинаю Смотреть Блендера Думаю Два часа Ждать блендер Оооо И я же не собираюсь Здесь оставаться Или жить Поэтому может быть Обойдусь фруктами А блендеры Если им надо Они сами купят Но уже без меня Тогда я Переключаюсь На фрукты И подбираю Как раз Себе Смотрю персики Смотрю нектарины И Смотрю на них Внимательно И вижу То есть Я начинаю Переключать Зрение На другое И вижу Что они Внутри Не те Которые мне нравятся То есть Они не вкусные Для меня То есть Сейчас не сезон Мне определенные Фрукты и персики Нравятся И еще Вот эти Жесткие Твердые Я вижу Что подходящих Вне сезон Можно достать Но сложно И маловероятно Что мне такие Привезут Поэтому Сейчас сезон Винограда Я переключаюсь На сорта Винограда И наконец Нахожу себе Два вида Винограда Это Без косточек Мелкий Черный И с косточками Синий Виноград Среднего Размера И Прикидываю Так Сколько мне надо будет Ну по полкило Каждого Я думаю Мне хватит Все Звоню Начальнику Говорю Я выбрал И Он говорит Что ты выбрал Я показываю Ему Два света Винограда Он говорит Тогда Сейчас Сделай Вот это Он показывает Манипуляции Как сделать Заказ Что я и делаю Забрасываю Две картинки Винограда Там автоматически Подбирают им название И Говорю Сколько Мне в граммах Все Заказ Принят Я говорю Благодарю Он говорит К тебе Принесут От Полчаса До часа Тебе В номер Принесут Виноград Я говорю Благодарю Все Мы Отключаемся И как только Мы отключаемся Так Через минут Десять Меня перезванивает Начальник Говорит Все Я договорился Со своим Начальством Сейчас Выполняются Операции По Изволению По Оформлению И Мы Сейчас Уладим Вместе С начальником Некоторые Технологические Вопросы И В течение Ближайших Часов Может Раньше В течение Часа Посмотрим Сколько Понадобится В общем В пределах Трех Часов Скорее Всего Все Будет Улажено И Твои друзья Приедут К нам И Он говорит Желаешь Мы можем Сейчас Он говорит Так что Будь готов Когда Твои друзья Приедут Будь готов К Они могут Приехать И в течение Часа В течение Трех Будь готов К тому Чтобы За тобой Не только Принесут тебе Заказ А и за тобой Придут Я говорю Хорошо Мы Разъединяемся И здесь Я думаю Так Виноград Еще Не Будет Через Полчаса Или через Час И так же Я Туда Перемещусь Сейчас Делать Нечего И я Предполагаю Может быть Сейчас Как раз Заняться Тем Обменом С этим Человеком Который Предстоит Позже И Тогда Перезваниваю Ему И говорю Так может Мы сейчас Начнем Займемся Тогда Поиском Причин Того На что Вы хотите Поменять Этих Двух Человек То есть На что И мы С ним Тогда Начинаем Переговоры На это И здесь Подключаются Те Кто Мне Через Наушник Подсказывает В итоге Мы Договариваемся До того Что Чтобы Время Использовать Я спрашиваю Я же могу Получить Этот виноград Прям К вам В кабинет И там Начать Его есть Он говорит Конечно Можешь Он говорит Конечно В общем Мы договоримся Что Я могу Через несколько минут Прибыть К нему В кабинет Пока Он занимается Делами И До того Как Прибудут Наши друзья Мы уже Успеем Что-то Сделать То есть Поработать С ним Начать Обмен С ним Но Частично Мы договорились До того Мне так Подсказывали Что Мы только начнем Пройдем Пройдем Через первую ступень И еще Вот что Его начальник Тоже хочет Оказание Услуг Ему И тоже Готов Прибыть Даже раньше Чем В общем Готов Прибыть Почти сразу То есть Когда они Уже все Приведут Для начала Процесса Я говорю Хорошо Как раз Сделаем Все дела Одновременно И Говорю Тогда я могу Сейчас к вам Прибыть И мы начнем Он говорит Конечно Я за тобой Сейчас пришлю Все На этом И договоримся То есть Я остаюсь Ждать И за мной Через буквально Считанные минуты Приходит Посыльный Молодой парень В военной форме Который Уводит меня За собой И мы Вскоре Приходим К нему В кабинет И он говорит Подожди Сейчас еще Решаем У него Идут Переговоры По По оформлению Того Кого Вызволяем Устюми И через Несколько Минут Он заканчивает И тогда Мы Начинаем То есть Мы Усаживаемся Друг напротив Друга И я Спрашиваю Что у вас За проблема И он Говорит У меня Сейчас Я не могу Раскрыть В чем Точно Потому что Он Для него Это Интимная Вещь То есть Связана С потенцией У него То Его Интимная Жизнь Кажется Ему Слишком Недостаточной Чем Он Хотел И он Хотел То есть Расширить Или увеличить Свою Потенцию Поскольку У него Желание Больше Чем Возможности На это То есть У него Доступ К выбору Женского Внимания Или Женщин Девушек Большой Но Нет Столько Возможности Чтобы То есть Похоже Но Это все Здесь дальше Не стоит Распространяться Что там У него Поскольку Это его Личное Дело То есть Он Хочет Получить Больше Возможности Потенциально Сексуального Характера И Ему Казалось Что ему Недостаточно Этого И мы Начинаем Это обсуждать Здесь Начинается Психоаналитическая Работа С Многомерным Взглядом На всю Эту ситуацию Я Начинаю Задавать Ему Наводящие Вопросы Он Отвечать Начинаем Копать Причины То есть Он Когда-то Раньше Много Лет Назад Имел Гипер Он был Гипер Сексуальным У него Энергии Было Много И он Хочет Вернуть Себе Эти Юношескую Энергетику В которой Он мог Заниматься Сексом Намного Дольше Чем Сейчас Вот Что Его Интересует И Тогда мы Начинаем Копать В том Что Было И Когда Это Начало Меняться И Что Сейчас И Начинаем Искать Причины Всему Этому В итоге Не Сразу Но Где-то Через Полчаса Мы Начинаем Проясняться И В итоге И В это Время Где-то Через Полчаса Раздается Сигнал И Он Нажимает На что-то И Входит Человек Молодой Человек Который Приносит Как раз Заказ Винограда И Я Говорю Я Сейчас В голоде Можно Я Буду Во время Поиска Причины Уже Начинать Есть Потому Что У меня Жажда Пересыхает Варту Он Говорит Конечно Можно Тогда Нам Уносит Виноград Моет Увок Приносит Ужимытый Прямо На подносе И На блюде И я Начинаю Его есть И мы Продолжаем Работу И Тут же Еще Сигнал И Входит Начальник Его Начальник И Тут же Тот Как бы Пытается Встать По стойке Смирно И что-то Что-то Сказать Он Говорит Он Его Руками Показывает Занимайтесь Работайте То есть Не отвлекайтесь На меня Я Посижу В сторонке И Мы Тогда Пытаемся Продолжить Но Он Чувствует Он Какой-то Сдержанный Я Спрашиваю Почему Вы Изменились Начинаю Понимать Предполагать Из-за того Что Вы Смущаетесь Разговаривать На Интимную Теме Присутствия Начальника Он Говорит Да Я Спрашиваю Есть у вас Отдельное Помещение Он Говорит Конечно Есть Может Перейдем Он Говорит Перейдем И тогда Он Начинает Разговаривать Начальником И Нажимает На что-то И начальнику Приносит Чай И Еду Чтобы Начальник Не скучал Здесь И мы Выходим В другое Помещение И Продолжаем Там Работу В итоге Для меня Картина Почти что Ясна Где-то Процентов На 90 80 Где-то Около Этого И Этого Хватает Для того Чтобы Сделать Чтобы Сделать Некоторые Выводы И Предложить Ему То есть Я его Не исцеляю Я с ним физически Не работаю Здесь Достаточно Было бы Даже Скайпа Поэтому Я ему Говорю Что он Может Сделать В следующий Сексуальный Контакт Вместе С девушкой И даже Девушка Ему Может Что-то Помочь Главное Сказать Что Сделать И Я говорю Что ему Можно Поменять И говорю Вы готовы Вот это Изменить Вот это Поменять И Через Вы можете Через Завтра же Или сегодня Попробовать Или можете Подождать Немножко Изменив Ситуацию Попробовать Завтра Или через Три дня Или через Неделю Так Вы подготовитесь Лучше И говорю Что надо Сделать Он Говорит Ну я говорю Вы можете Пробовать И завтра И через Три дня И через Неделю И смотреть Как это Будет Меняться Он Говорит Хорошо Я говорю Если Мы Потом В Скайпе Сможем Поговорить И Вы Расскажете Что у вас Получилось И мы Сможем Продолжить Улучшать Ваши Ваши Функции Хорошо На этом Мы И Остановились Это Была Первая Часть После Которой Я Сказал Если Все Пойдет Нормально Мы Продолжим И тогда Основную Часть Договора Продолжим То Здесь Надо Для Обмена Сделать Первую Часть Не До Конца Основные Инструкции Вы Получите Когда Обмен Будет Воспроизведен И Когда Вы От Всех Троих Отпустите То Мы Переместимся В Безопасное Место Или Вообще Уйдем И Продолжим В скайпе После Этого Всего Так На этом Время Заканчивается Поэтому Если Стоит С вами Делиться Этой Историей То Ставьте Значки Нравится Тогда Я Продолжу Вам Открывать Свою Жизнь Которая Для Меня Является Естественной А Для Вас Тоже Такое Может Стать Если Вы Начнете Поднимать Свои Вибрации На этом Все Пока